Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Откуда взялось зло? Действительно, одним из актуальных направлений богословия является такое именуемое Теодецеей, оправданием Бога. Неужели Бог нуждается в том, чтобы его оправдывать? Получается, что нуждается, поскольку человеческий ум, как писал поэт, жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и грустная или грубая штука. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная гладь канала, аптека, улица, фонарь, какое-то бессмысленное жительство, где царствует зло, холод, смерть, вызывает у некоторых подозрения, не является ли Бог источником зла, тогда что это за Бог. И отсюда, в близок шаг, короток путь до разочарования, отчаяния, уныния, полного богоотвержения или богоотверженности добровольной, ведущую в плен самой преисподней. Кто же сотворил зло? Зло не имеет антологического основания. Зла Бог не сотворял. Но ради соблаженства свободно разумных тварей, к которым относятся ангелы и люди, Бог даровал им свободную волю. А таково уж свойство свободной воли, что ею как можно взойти к Господу, своим добровольным выбором добра, так можно от Него и бесконечно далеко удалиться, как это сделали в мгновении своего грехопадения, духи тьмы во главе с Деницей, отпав от Бога и превратив свое существование в бесконечное от Него удаление. Потому и говорит Господь, промышляющий о всякой твари, им созданной, о положении бесов, что им уготовано его промыслом озеро Огненное не для людей, но для дьявола и агелов его. Таким образом, в мире невидимом, в мире умном есть существенная часть ангелов, отпавших от Бога, от своего чина, от своего служения и ставшие злом, источником зла, участвующими и в тех соблазнах, которые вносятся в человеческое сообщество. Но и среди людей зло часто царствует по той же самой причине, как и в ангелах. Как развращается человек? Захочет и развращается. Захотел злого и приумножает зло в себе самом и в мире, окружающем его. Бог ли виноват? Не скажем так, поскольку Бог все сделал для спасения каждого. Но не без твоей воли будешь ты спасен, не твоя только тварная, Богом устроенная жизнь достаточно для того, чтобы тебе спастись в вечности. Но навстречу божественному всемогуществу, способному поставить тебя в чудный свет свой, должна двинуться твоя добрая воля, твое встречное желание. И таким образом гармония торжествует, таким образом в этой синергии божественного всемогущества и любви и твоего произволения, направленного к Богу, и осуществляется дело спасения человеческого. Но если человек этого не хочет, то никакими силами, неземными, ненебесными, его нельзя затянуть в это вечное Богообщение, в блаженство праведников на небесах. Отсюда и зло в нежелании человека следовать воле Божией, извращающей пути Господни, воле, и обращающейся к служению миру, плоти и дьяволу, которые в результате мы воспринимаем как зло, исходящее от человека, часто царствующего в человеке, до какого периода, до какой черты? До черты его раскаяния. Пока человек в пути, есть у него надежда, Господь не отчаивается в его покаянии, а дьявол не перестает надеяться на его погибель, но когда человек в пути еще жизненном, есть у него возможность урезать, пресечь истечение зла из собственного сердца. Из сердца человеческого исходит всякое убийство, всякое прелюбодеяние, всякое беззаконие, и тот, кто поставляет предел этому ядовитому истечению, источению собственного сердца покаянием, тот является и победителем зла, а Господь делает нас уже вслед за этим и победителями над самой смертью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok